Быстро, тихо, дерзко. По такому принципу действовали так называемые барсеточники, промышлявшие на парковке у одного из торговых центров на востоке Москвы. Они не били стекол и не взламывали замки. Просто поджидали рассеянных граждан и хозяйничали в чужих машинах. Светлана – дизайнер интерьеров. Утром она приехала на работу, припарковала свою иномарку, забрала из багажника рекламные буклеты. Я достала пакеты, сумку переложила в багажник, закрыла багажник, но кнопочку на брелке не нажала, потому что руки были заняты, и зашла в помещение. Буквально через 30 секунд Светлана заблокировала машину, но ворам этого времени хватило, чтобы забрать из автомобиля сумку и ноутбук. Видимо, посчитав, что в чужой машине есть еще чем поживиться, злоумышленники решили попытать счастье во второй раз. Один из них вернулся к иномарке Светланы и попробовал открыть багажник, но он был уже заперт. Решив, что 70 тысяч рублей и компьютер – и так неплохой улов, мужчина возвращается в свой автомобиль и вместе с напарником уезжает. Светлана о пропаже узнала только вечером. Камеры видеонаблюдения помогли найти подозреваемых. В кадр попали номера машины, на которой уехали воры. В тот же день, по горячим следам, в ходе проведения оперативно-ростных мероприятий, сотрудники уголовного розыска МВД России по району Богородская задержали одного подозреваемого в совершении кражи. Ранее несудимый автослесарь Атар вину признает, однако подельника своего сдавать не хочет. Говорит, что видел его всего пару раз. Такое недолгое знакомство, тем не менее, не помешало мужчинам и вместе пойти на дело и честно поделить добычу. На что на самом деле гость столицы потратил чужие деньги, неизвестно. У него остался только ноутбук, который уже вернули хозяйки. Поиском второго подозреваемого сейчас занимаются полицейские. По факту кражи возбуждено уголовное дело.